Друзья, приветствуем вас на канале CryptoCommons и в сегодняшнем выпуске Ньюсблок Крипто. Инфляция в США, согласно индексу расходов на личное потребление, выросла на 0,3%, что оказалось ниже ожидаемого уровня. В преддверии визита Илона Маска в Китай, Центробанк Китая заявил, что США потерпели неудачу в регулировании криптовалюты. Гарри Генслер просит еще больше денег для SEC, чтобы расправиться с криптовалютным Диким Западом. Генеральный директор Ripple Брэд Герлингхаус призывает Конгресс обратить внимание на действия Комиссии по ценным бумагам и биржам США. И в заключении выпуска краткий анализ рынка от Олеси Орастани. Оставайтесь с нами. Индекс цен на личное потребление, PCE, который используется для расчета инфляции в США, в феврале вырос на 0,3%. Это прошло после объявления, опубликованного Бюро экономического анализа США. Результат оказался ниже ожидаемого участниками рынка значения 0,4%. За последние 12 месяцев базовый показатель индекса PCE вырос на 4,6%. Основные данные индекса PCE выросли на 0,3% за месяц и на 5% в годовом исчислении. По сравнению с 0,6% и 5,3% в январе соответственно. Официальные лица заявили, что они по-прежнему привержены политике снижения цен в разгар нынешнего банковского кризиса в стране и ожидают, что инфляция будет значительно превышать цель ФРС в 2% в 2024 году. После того, как информация была опубликована, рынок фьючерсов оставался на высоком уровне. При этом ставки под долгосрочным казначейским ценным бумагам снизились. Фьючерсы S&P 500 выросли на 0,4%, а Dow Jones Industrial на 134 пункта, что означает рост на 0,4%. С другой стороны, фьючерсы Nasdaq 100 выросли на 0,3% на момент подготовки этого материала. Рынок крипто ответил также небольшим ростом. За последний час цена биткоина поднялась более чем на 1% и составляет около 28 тысяч долларов. Вторая по капитализации криптовалюта ETH также выросла на 0,88% и приблизилась к отметке в 1800 долларов. Представитель китайского центробанка Народный банк Китая НБК в пятницу заявил, что США потерпели неудачу в регулировании криптовалюты, что привело к банковскому кризису, повлиявшей на глобальный банковский сектор. Чиновник призывает к более строгому регулированию криптоиндустрии и цифровых активов, чтобы предотвратить любые финансовые риски. Во время дискуссии на форуме БАО Сюан Чанэн, заместитель управляющего Народного банка Китая, обвинил в крахе двух американских банков риски и мошенничество в криптовалюте. Он полагает, что регулирующим органам следует подумать о введении некоторых правил и положений, прежде чем принимать новые инновации. Согласно Bloomberg, Сюан Чанэн не назвал каких-либо кредиторов США, но имел в виду криптоориентированные банки Silvergate, Signature Bank и Silicon Valley Bank. Однако, по имеющимся данным, есть информация, что банки терпели крах из-за того, что регулирующие органы закрывали их без глубокого разбирательства. Закрытие банков регуляторами происходило из-за постоянно повышающейся ставки ФРС США. Заместитель министра финансов Китая Ляо Минь заявил, что Китаю необходимо сотрудничать и координировать свои действия с другими странами для разработки общего стандарта для криптоиндустрии. Миллиардер Илон Маск, который всегда поддерживал новые технологии, такие как биткоин, криптовалюта, особенно догикоин, планирует посетить Китай в начале апреля. Маск добивается встречи с премьер-министром Китая Ли Цианом. Гарри Генслер хочет ещё больше денег Председатель комиссии по ценным бумагам и биржам США Гарри Генслер в своих показателях под Комитетом Палаты представителей по финансовым услугам 29 марта не выступил против криптовалюты. На данной встрече обсуждался вопрос бюджета агентства на 2024 финансовый год, и Генслер признал высокие темпы технологических изменений. Тем не менее, он всё-таки сделал быструю атаку на криптоиндустрию, сделав следующее резкое заявление. Более того, мы видели, как происходил крипто-дикий Запад, изобилующий несоблюдением требований, где инвесторы подвергали риску с трудом заработанные активы в высоко спекулятивном классе активов. Далее Генслер добавил, что бюджет агентства должен вырасти, чтобы соответствовать растущему количеству плохих актёров на рынке. Председатель СЕК Гарри Генслер, самопровозглашённый полицейский патруль, видит свою позицию скорее как правоприменитель, чем регулятор. Он просит колоссальные 2,43 миллиарда долларов для СЕК, чтобы продолжить свои принудительные действия против тех, кого считают плохими игроками в криптоиндустрии. Бюджет пойдёт на финансирование дополнительных 170 должностей, а также на годовое финансирование сотрудников, нанятых в 2023 году. Запрашиваемый бюджет на 2024 год будет обеспечивать 5139 штатных сотрудников. В прошлом году в кавычках «отдел правоприменения» возбудил более 750 исполнительных дел, в результате чего были вынесены постановления о штрафах и изъятиях на сумму 6,4 миллиарда долларов. Комиссию по ценным бумагам и биржам неоднократно обвиняли во внесудебном применении и действиях, выходящих за рамки её юрисдикции. В конечном итоге Конгресс так и не принял законодательство, касающееся криптовалют, а цифровые активы так и не классифицированы в США как ценные бумаги. Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус открыл новую атаку на Комиссию по ценным бумагам и биржам США на фоне затянувшейся судебной тяжбы вокруг сущности токена XRP. Это произошло после того, как Гэри Гэнслер, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам, представил бюджет на финансовый год перед Комитетом по ассигнованиям Палаты представителей. Генеральный директор Ripple в своём твите заявил, что утверждение председателя SEC о криптоактивах выходит за рамки его понимания. Он добавил, что Гэнслер диктует, что является ценной бумагой, в то время как агентство не может сделать чёткое законодательное определение. Он заявил, что власти никогда не захотят вносить ясность в отношении криптоактивов, что входит, а что не входит. Тогда как председатель SEC ведёт себя как автократ, управляющий раздутым агентством на 2,2 миллиарда долларов. Гарлинг Хаус также подчеркнул, что без чёткой юрисдикции двусмысленность маскируется под власть. Элеонора Теретт, журналист Fox Business, отметила, что большая часть предложенного SEC бюджета в размере 2,4 миллиарда долларов идёт только на выплату заработной платы и пособий сотрудникам. 1,6 миллиарда долларов выделено для 5473 сотрудников в штате SEC США. Она также отметила, что средняя зарплата сотрудников SEC США в 2022 году составила около 156 458 долларов, что на 125% больше, чем средний доход государственных служащих по стране. При этом он на 115% выше, чем у любого другого федерального ведомства. Комитет по ассигнованиям Палаты представителей поинтересовался у Гарри Гэнслера, обладает ли комиссия по ценным бумагам и биржам США достаточными ресурсами для расследования возникающих проблем. Он ответил, что агентству очень сложно. В криптопространстве имеется значительное количество несоответствий. И хоть комиссия и увеличила свои ресурсы, их можно всегда увеличить ещё больше. Что ж, здесь можно добавить, что Гарри Гэнслер просто красавец. Но нет. И завершает наш выпуск аналитика рынка от Alessio Rastani. Ситуации разностороннего движения части фондового рынка и крипторынка Alessio находит гармоничное объяснение. Давайте послушаем. В итоге мы видим относительную слабость в транспортном индексе, мы видим слабость в DAO и в S&P, при этом мы видим противоположное, практически полностью противоположное, в биткоине, в крипто и в NASDAQ. Но все они правы не могут быть. И вопрос заключается в том, кто из этих групп является верным. Сила, которую мы видим в некоторых графиках, таких как биткоин и NASDAQ, или же слабость в DAO, S&P и транспортном индексе. Кто из них нам сообщает истинную картину? Или верную картину? Лично я думаю, что пока фондовые рынки остаются выше декабрьских низов критического уровня поддержки, я оставляю бычьи взгляды по фонде, а также по биткоину и крипту. И хоть я могу ошибаться, мне очень интересно узнать, какие из этих графиков окажутся верными и правильно показывают картину будущих нескольких недель по рынкам. Лично я думаю, что графики, такие как NASDAQ и графики биткоина, показывающие бычью картину, более сильную картину. Лично мое мнение, что в конечном итоге индекс S&P и транспортный индекс их догонят. Эти более сильные и бычьи рынки, такие как NASDAQ и биткоин. Так что я жду подтверждения, и давайте дождемся вместе и посмотрим, кто в итоге прав. Вот такой позитивный взгляд от Олеси Орастани на конец недели и к началу выходных. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Желаем вам отличного трейдинга и прекрасных выходных. До встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова